а ты уже за и даже хорошо давайте тогда у нас сегодня такая последняя встреча перед контрольный в смысле в принципе вот я вам рассказываю по поводу того как записки вообще считаю что кто хочет спрятаться и спрячься похоже там надо будет сумма сей вот мы проработаем а так конкретно формат тот же чтобы открытые вопросы ну конкретно реализована там кампусе там зуб или безумно я лично считаю что кто хочет большинство считает что нужен сон у нас компьютер грелся да чтобы грелся вот но это по крайней мере не такой прокторинг который то есть по всей среди листер ссылку для регистрации на кампусе соответственно сходу не 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 кампусе которые так хорошо давайте значит дальше если у вас мы в тот раз что разобрали а мы там да дисперсик вариации мы там проверяем мы там строили доверить интервал ну как бы строили вот хорошо мы строили доверить интервал при больших м или при малых ну да мы строили при больших м я просто не помню ну давайте я тогда скажу что мы можем сделать такую табличку я не помню может я ее писал табличка такая что если у нас есть давайте я ну вот этот момент расскажу а дальше мы поговорим ну наверное можно порешать что-то прошлое хотя не наверное легкое не знаю а кто-то вообще решал есть какие-то вопросы есть нет ну который бп сейчас нормально а и п а я вас открываю название уже с попробуем значит табличка у нас следующее у меня модель будет сразу множной регрессии у хитэ равно бета 1 плюс бета 2 там хитэ плюс бета 3 там у хитэ плюс ну и не знаю бета 4 у хитэ плюс у хитэ я предполагаю что у при фиксированных хитэ имеет а вот дальше можно разное предполагать да можно предполагать то есть можно разное предполагать но давайте посмотрим значит что может быть вот если я буду смотреть вот на такую дробь как бета 2 с крышкой минус бета 2 делить буду на стандартную ошибку бета 2 с крышкой под стандартной ошибкой бета 2 с крышкой то есть я напомню что мы рассматривали в двух ситуациях дома и гетероскедастические правильно было такое вот и мы сказали что вот если верить в гомоскедастические что дисперсия при условии х это сигма квадратная ипична тогда мы сказали что в этом случае дисперсия бета 2 с крышкой она формируется настоящая как сигма квадрата умножить на х транспонирование с минус первой было такое вот а соответственно оценка дисперсии она формируется как сигма квадрат с крышкой х транспонированный х минус первой или как РСС деленное на М минус К на х тх минус первой это первый случай а если мы верим в гетероскедастичность гетероскедастичность это вот случай гомоскедастичности давайте я быстро напомню что было в тот раз а если мы верим в гетероскедастичность то что дисперсия у при условии иксов это какая-то диагональная матрица а тут ну какие-то там как не знаю как ее обозначить ну вот тут какие-то там H1, H2, HN а кругом нули вот если я верю в гетероскедастичность то есть дисперсия у разная а корреляция все равно нулевая или я верю что дисперсия значит у этого при x это какая-то функция от ну какая-то H вот ну она может зависеть от этого наблюдения да то есть это H вот как как мне обозначить ну РИТ давайте я напишу РИТ это строка строка И в матрице Х да вот в этой ситуации мы сказали что вот можно придумать в этой ситуации стоп вот это нормально или нет в этой ситуации мы сказали что-то монструозное такое было Warbed с крышкой оно при условии x настоящее оно было монструозное кто помнит какого вида оно там было там такой хлеб где соль был х3 x минус 1 да 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 оно было значит x t x минус 1 дальше x t x t тут v потом вот это надо обозначить ну давайте v обозначить а потом и оценка там была и соответственно как оценивать то есть при гомоскедастичных одна формула а при вектороскедастичных давайте ее обзовем с индексом hc вот здесь получалась другая формула кто-то кто-то жив нет или как все 0 вот здесь выходит x t x минус 1 x t мы сказали что самый простой вариант это просто взять вот здесь вот в качестве v с крышкой hc а давайте вот так здесь я формуле напишу v с крышкой hc 0 а потом поясню отдельно в сторонке что это такое а вот v с крышкой hc 0 это по диагонали можно взять просто u с крышкой 1 u с крышкой 2 u с крышкой mt а тут кругом 0 вот и у нас поэтому возникает как минимум два способа оценить стандартную ошибку bet с крышкой один способ взять корень из диагонального элемента предполагая омаски достичность u ну давайте его назовем стандартная ошибка bet там житого с крышкой а можно вот эту матерцу посчитать из нее диагональный элемент взять но или я что-то совсем загадочное пишу чтобы так примите пожалуйста руки кто понимает что я вообще вот так стандартная ошибка в методе hc0 от бета житого с крышкой ну корень из дисперсии стандартная ошибка корень из дисперсии то есть еще раз как я буду считать вот эту штуку для там скажем бета второго с крышкой стандартная ошибка в методе hc0 бета второго с крышкой я напишу я напишу вот такую матрицу можете напомнить метод hc0 в чем заключается метод hc0 говорит что в качестве оценок дисперсии у я возьму квадраты ошибок прогнозов какие еще методы ну один альтернативный метод там их много я хочу рассказать глобально но пока не хочу мешать альтернативный например ну то есть смотри идея действительно довольно прозрачная что для того чтобы оценивать дисперсии у надо брать квадраты ошибок но вот такой подход наивный он асиментатически хороший но при малых n он не очень хорошо ну он такой достаточно смещенный будет вот но при большинстве это нормально даст асиментатически корректнее квадраты квадраты вот ну как какой альтернативный подход ну например кросс валидация чтобы оценивать прогну ошибку прогноза первого наблюдения можно оценить модель без первого наблюдения спрогнозировать первое наблюдение посчитать ошибку прогноза такую кросс валидационную окей понимаешь о чем то есть вот этот метод возьмем все наблюдения все спрогнозируют получим н прогнозов получим прогнозы по обмучающей выборке посчитаем ошибки прогнозов по обмучающей выборке возведем каждую ошибку прогноза в квадрат получим ну некую нашу оценку для вот этих неизвестных дисперсий альтернативный метод который называется hc3 он говорит давайте вместо одной регрессии построим н штук регрессии одна регрессия с выкинутым первым наблюдением одна регрессия с выкинутым вторым наблюдением одна регрессия с выкинутым 15-м наблюдением Этен регрессии. Регрессию, где выкинуто 56-е наблюдение, будем использовать для прогнозирования 56-го наблюдения. Такой честный, вневыборочный прогноз. И получим, соответственно, ту же самую матрицу, только она называется вот альтернативный подход, который третий был придуман. Вот. В с крышкой HT3, который точно так же, только вот здесь у с крышкой первая кросс-валидационная в квадрате. Ну, просто идея, то, что в данных часто бывает гетероскетостическая, она была очевидна там еще в 70-е, 80-е годы. Поэтому вот идеей, что плохо, у нас такие компьютеры, что мы можем там тысячи наблюдений, тысячи регрессий построить, такого еще не было, поэтому она появилась только третьей. Ну, вот это она появилась самой первой, а дальше там появились какие-то такие простые корректировки, типа давайте здесь поделим, ну, чтобы мы отождаем не вывести на то, что нужно в этой штуке. Но их сложнее объяснять, а объяснить третью можно сразу. То есть есть некая, она все равно, оценка будет иметь такую вот бутербродную структуру, что дадут про иксы, оценка дисперсии у, что-то про иксы. Вот, поэтому они все одинаковые, ну, давай вот на этой сосредоточимся. Вот, но есть другие, да, надо сказать. Хорошо, значит, у нас есть вот оценка, стандартная ошибка такая, стандартная ошибка такая, посчитанная двумя способами. Давайте еще раз поднимите смело руку, кто понимает, как посчитать, ну, если, допустим, я вам дам матрицу иксов, вектор иксов, кто понимает, как посчитать вот эту стандартную ошибку. Ну, давай, смотри, если я вот даю тебе икс икс, можешь ты посчитать бета с крышкой? Точно, да, это все могут. Если посчитали бета с крышкой, можем посчитать прогнозы. Ну, если я вам дал икс иксы, вы посчитали бета с крышкой. Ну, поскольку иксы даны, да, то вы посчитали прогнозы. Хорошо. Если посчитали икс крышкой, можете посчитать ошибки прогнозов у с крышкой, которые икс минус икс крышкой? Можете? Хорошо, бинго. Может, это вектор получится, да, ошибка прогноза по первому наблюдению, по второму, по третьему, по сотному. Допустим, я сто наблюдений. Вот эту матрицу сможешь посчитать? Посчитал эту матрицу, а потом сюда посчитал. Понятно, что руками это фиг посчитаешь, но руками это можно посчитать, когда там одно наблюдение дублируется тысячу раз, второй тысячу раз и третий тысячу раз. И тогда руками можно посчитать, поскольку надо практически для трех наблюдений посчитать. конечно это к сожалению руками для двухсот наблюдений фиг посчитать вот только если сказать что у меня там очень просто искать что наблюдение повторяются и когда можно для тысячи людей не посчитать если одни 200 четырех еще есть вот хорошо значит все могут посчитать да вот это которая обычная ошибка тоже понятно как что такое это сумма вот этих вот как раз квадратов у них с крышкой нормально так хорошо тогда давайте я просто напишу стрелочка дисперсинг стандартные ошибки ну я имею ввиду что если я посчитал эту матрицу то я могу посчитать я просто возьму соответствующий диагональный элемент этой матрицы и сбегу его корень то есть под стандартной ошибкой бета-житой с крышкой 2 я вот ну вот эту я вот из матрицы вар с крышкой бета с крышкой я возьму из этой матрицы вторую ну вот допустим это 2 2 2 2 элемент и сбегу из него корень то есть стрелочки я имею ввиду то что вот данной если я посчитал эту матрицу возьму диагональный элемент который отвечает за оценку дисперсии возьму корень из этого диагонального элемента получил стандартную ошибку так хорошо ну теперь давайте скажем когда какую применять значит у нас есть несколько вариантов значит первый вариант когда наблюдений мало значит н мало и н велико значит если н мало то к сожалению обязательно требуется дополнительная предпосылка о том что у при условии x имеют многомерное нормальное распределение 0 и 7 квадрат на единичку вот то есть если у меня мало наблюдений и я не верю что у нормальная то есть я допустим допустим я 10 наблюдений и я не верю что у нормальная тогда никаких статистических выводов сделать нельзя никакой метод не будет стрэп и чего не поможет нам то есть если н мало то нам нужна дополнительная предпосылка при малых н мы в статистике нету без доп. предположений ну так вот если н мало если у меня есть дополнительное предположение что и при условии x имеют нормальное распределение то тогда н мало если есть дополнительное предположение то тогда я могу сказать что если я возьму бета 3 я например 2 буду рассказывать а там понятно что любой бета 2 с крышкой минус бета 2 делить на стандартную ошибку бета 2 с крышкой вот это будет иметь какое распределение студента а сколько степеней свободы ну смотрите я не знаю как ольга анатольевна пишет я привык что лучше всех считать равноправными да я не выделяю единичку как отдельный регрессор то есть я не помню как у меня в учебнике написано но естественно лекции рассказывать так чтобы слабым студентам проще было вот сказать можно было смотри в учебники и поэтому на лекциях так как в учебнике а на мой взгляд все регрессоры равноправны можно никогда не думать так меня пришел t-k ой извините n-k n я подозреваю число наблюдений а k число всех оцениваемых коэффициентов число всех количества количество всех оцениваемых коэффициентов если ты поделяешь отдельно начинаешь нумерацию с нуля и отдельно выделяешь константы то туда еще минус один в этой модели у меня х равно чему 4 ну потому что вот этот он ничем не хуже ну вот просто тут единичка стоит он такой же давайте intercept likes метод он по-английски называется intercept отмечает за точку пересечения там при x w равном нулю хотим intercept like метод вот а это значит что соответственно при малых n если мы не верим нормальность мы только можем принять mnk но каких-то статистических выводов интервалов ничего быть не может окей то есть в этом случае у нас может быть только а вот если дополнительное предположение есть то мы можем построить интервалы проверить гипотезы то есть вот эта формула она нам дает ну допустим 95 процентный интервал как будет выглядеть он будет выглядеть beta 2 с крышкой минус t критическая на вот эту самую стандартную ошибку да до соответственно beta 2 с крышкой плюс t критическая на стандартную ошибку то есть эта формула нам дает возможность строить интервалы проверять гипотезы окей хорошо если n велико тут уже можно наслаждаться как хочешь если n велико статистики любят когда н велико тут например можно ну все что угодно допустим я могу Верить в нормальность Не верить в нормальность Могу верить в То, что у меня гомоскедастичность Могу верить в то, что гетероскедастичность Ну давайте тут несколько сценариев Напишем Если n велико Давайте посмотрим Тут вообще свобода Мы всегда справимся с n велико Ну давайте скажем Если у нас Ошибки У при условии x Гетероскедастичны Гетероскедастичны Это еще раз какая у них дисперсия Разная Вот если мы И причем не важно Нормально, ненормально Даже если они гетероскедастичны Нас вот эта вторая длинная формула спасает То есть если мы возьмем Бета 2 с крышкой Вычтем бета 2 Поделим на стандартную ошибку Устойчивую гетероскедастичность Неважно нулевую Там третью Вот бета 2 с крышкой То вот эта штука При n стремящемся к бесконечности По распределению Будет сходиться к чему? К нормальному Да, к нормальному 0,1 Вот То есть нас вот эта штука спасает Вот Если вы конечно при гетероскедастичности Поделите на гомоскедастичную оценку стандартной ошибки То там не будет ничего хорошего Да? Но если я верю у x в гомоскедастичные То тогда я могу использовать любую Они обе стянутся к нормальному 0,1 Если я верю, что гомоскедастичные Я могу так считать Делить на стандартную ошибку Гетероскедастичную Могу делить на стандартную ошибку Гомоскедастичную Обе они стянутся к нормальному 0,1 Вот Можно верить в нормальность Можно не верить в нормальность Все равно n велико спасает Окей? Вот простая схема Соответственно Если у нас n велико Вы видите в гетероскедастичности Используйте Такие ошибки Нормально, да? Окей? Ну что, давайте, может Я даже не знаю, какую здесь задачку решить Чем-нибудь типа Спроси, да? Я хотел спросить Не стараюсь Самый-самый поставить Не стираю Ну то есть Когда гетероскедастичный То Мы можем использовать Только гетероскедастичную Стандартную ошибку А если мы тут гомоскедастичную Напишем Оно к нормальному 0,1 Не стягивается А когда гомоскедастичный Обе ошибки корректные Ну вот это будет чуть побыстрее Сходиться, да? То есть Важна очень, наверное, скорость сходимости Да? Но Понятно, что Вот это она при слабых предпосылках Оценивает А это при сильных И это максимум информации Как бы выжимает А это То есть Скорость сходимости Конечно, у второй будет выше Да? Но Везде По всех трех случаях Распределяет Распределяет Да, конечно Везде сходимость по распределению Везде При n Да Везде Везде Вот Вот это значит Основной факт Что мы проверяем Гипотезы Как мы строим Двенитный интервал Ну Задачи я Не знаю Надо как-то дать Матрице Ну давайте Такое вот упражнение Давайте прямо сейчас Как-то упражнение Сделаем Не знаю Вот у меня Y-T с вышкой Равно 6 плюс 3 X-T Плюс 4 Z-T Стандартные ошибки Здесь 1 1,5 0,3 И скажем У меня Наблюдение 10 И скажем Задача Постройте Допустим Я верю Дальше я говорю В свои верования Да Если у меня 10 наблюдений То либо я Не могу Никаких статистических Выводов сделать Либо вот Если я говорю Что у при условии X-ов имеет Нормальное распределение Причем Гомоскедастичное Да Здесь только Нормальное И еще Гомоскедастичное Да Здесь при гетероскедастичности Даже при нормальности Ничего не может сделать Вот Если вот такая штука Ну Соответственно Постройте Постройте 95% Интервал Для Бета При З Давайте такое упражнение Быстенько решим Ну как бы Просто фишка в том Что считать эти матрицы Ну Ну Можно и посчитать Какую-нибудь Да Давайте Это первое упражнение А в любое упражнение Давайте скажем Что Скажем Ну Давай То есть Это Давайте Почитаем Легон в случае Эти матрицы Откуда они Возвлекаются Ну что Кто уже Почитал Значит Т распределение Будем использовать Или нормальное В этой ситуации Т Отлично Если используем Т распределение То Сколько там Степеней свободы 7 7 Да Починив 7 10 Есть минус 3 Отлично Т распределение 70 пеней свободы Смотрим там Ну либо в табличке Либо мы осваиваем Джулия Да Не надо осваивать Что-то Матрическое Равно 2306 В общем 237 Окей Хорошо И дальше Что Делаем Что-то Ну да Сразу Видит интервал Пишем Как мы Пишем Бэтс крышка Минус Таобиотический Минус 237 Да Ну поскольку Там оно Посчитано Как лось Матричный Матричный Лось Вот из него Более Диагонального Ильиня Куда У вас А 0,3 До 4 Плюс 2 7 А 0,3 Окей Почему 4 У нас уже Вторая Нет Без З Я специально Чтобы Запутать Да Запутать Спасибо Запутать Может Ты глупая Почему На n Не надо Делить На 10 А она Уже Смотри Что такое Еще раз Что мы Позываем Подвар С крышкой Бета С крышкой При Иксах Вот В этой Матрице Она здесь Будет Размера 3 на 3 Вот Этот элемент Это будет Оценка Дисперсии Бета Первого С крышкой А вот Этот элемент Это будет Уже Его С учетом Там все Деления На n Они уже Там Зашиты Да Вот И здесь Будет Оценка Дисперсии Все Уже Зашито В ней Вот Поэтому Из него Просто Надо будет Извлечь Корень И Это И будет Он Уже Сам Все Знает То есть На самом Деле Формула Которую Раньше Она Тоже Никакого Деления На n При Правильном Обозначении Не Содержат Вот Жень Ты Спрашиваешь Почему Нет Деления На n Какая Была Раньше Формула Раньше Была Формула И Допустим Вот Когда Строили Там Дверительный Интервал Для Мю То Какая Была Формула Была Формула Игрек Среднее Минус Мю Делить На Что На Корень Из Чего Из Суммы Y Ит Минус Y С крышкой На n Минус 1 Думал Если Посмотришь Вот Это Кто Это Мю С крышкой На 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 Написано Мю С крышкой Минус Мю А Вот Этот Парень Это И Стандартная Ошибка Мю С крышкой Вот Этот Весь Корень Просто Ой 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 Делить Чего Я Забыл Поделить Как Ты Верно Сказала Еще Надо Поделить На М Дополнительное Деление Стандартная Ошибка Деленная На М Откуда Он Взялся Это Уже Стандартная Ошибка Мю С крышкой Потому Что У меня Есть Стандартная Ошибка Игрек Итого Которая Равна Корень Из Сумма Игрек Итая Минус Игрек Средняя В квадрате Деленная На Игрек С 1 Это Оценка Для Корня Дисперсии Игрека Но Поскольку В числителе У меня Стоит Не Игрек А у меня В числителе Стоит Мюс Крышкой То Поэтому Мне Нужна Стандартная Ошибка Игрек На самом деле Структура Дроби Точно Такая Как Была Из Оценки Вычитается То Что Оценивается И делится На Стандартную Ошибку Оценки Но Стандартная Ошибка Оценки Из-за Того Что В роли Оценки Выступала Игрек Средняя Получается Что Это Стандартная Ошибка Игрек Крышка Зеленая На Тоне Низе То Ответ На Вопрос Почему Нету Деления А Потому Раньше Не было Так Хорошо Хорошо Давайте Такое Упражнение В рамках Какой-нибудь Парадигмы Поскольку Пробит Макет Раски Достичь Там Парз Части Контроля Не будет Давайте Представим Себе Что У меня Тысячу Наблюдений Типа Не знаю 1 3 Тысячу Наблюдений Типа 2 5 И Тысячу Наблюдений Типа 3 4 Вот так Так Пойдет Вот И Задание Такое Посчитайте x Транспонированное x Как выглядит Эта матрица Посчитайте x Транспонированное x Минус Первой А Да Модель Какая Модель Модель Гидрюкитая Равно Бета 1 Плюс Бена 2 x Т Плюс Уинта И Вот в рамках Такой модели Посчитайте x x x x 1 Посчитайте RSS И Посчитайте VAR С крышкой Бета С крышкой При условии x Вот То есть Там Как бы В предыдущем Упражнении Мы сказали Ну вот Если бы Мне их дали Я бы Посчитал А как Посчитать Если мне Даны Наблюдения Как посчитать x tx Как посчитать Обратную Матрицу Как найти RSS Как найти Вот отсюда Будут браться Вот эти Вот Памки Следующее Упражнение А как Компьютеры Считают Ну что Кто уже Посчитал Чему Равно x tx Чему Равно x tx Нужно 1 Чему Равно rss rss tx ну смотри сначала плохо бы я не хочу я хочу чтобы кто-то это сделал вместо меня а я бы меня спокойно ну чё кто готов посчитать x 3 это задача базового уровня это конечно все онлайн можно миши написать почему что ну кому он ну как выйдет матрицы но это время я там все про гернастки достичь вас рассказывать ну три тысячи четырнадцать так надо попробовать ну чё кто пока x нашел я пока тренируюсь ищите ищите надо x найти x 3 это базовый уровень это вот прям миш готовься ну давайте ну быстрее вы найдете x 3 минус 1 или я попаду в эту штуку ладно у вас еще есть шанс ну меняется местами еще не все потеряно ну тут будет минус 6 ну 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 Хорошо, давайте разглашать секреты и порядок, конечно, я не могу гарантировать, ну, допустим, 1, тут в личке, тут идет 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, вот, вот эти по 1000, да? По-моему, на главный гранат будет 6, 6, 6. Так, значит, x3, ну, можно 1000 вынести за скобку, да? Можно, в принципе, 1000 умножить на что? О, значит, на главной диагонали, сколько? 14. 3, потом 14, да? Нет, вы сказали, в диагонали. А, в диагонали 14, вот так, 6, 6, 6, хорошо. Так, ладно, x3, x-1, соответственно, 1000, да, ну, обращается легко, а здесь что выходит? 14, 3, минус 6, минус 6, еще умножить на... 1, 6, 1, 6, 2, 3, 4, 2, минус 6, 6, 1, 6, да? Вот так еще, правильно? Да. Хорошо, это нашли. Дальше, поскольку вот наша вар с крышкой, ну, n минус k в нашем случае чему равно? n чему равно? 3000. 3000, k равно? 3. Нет, 2. 2. 2. В этой модели k равно 3. Но это другое упражнение, здесь k равно 2. n минус k равно 3000, минус 2, 2, 2, 2, 9, 8. Хорошо, значит, давайте найдем... Ну, можно по-разному искать, можно в матричном виде вывести формулу для РСС, можно, в принципе, посчитать U с крышкой, да? То есть, как хотите, можно сказать, значит, как выглядит экстраспанированное Y? Это 1000 умножить на что? Как выглядит экстраспанированное Y? 12, 23. Сейчас, вот тут 3 плюс 10, 3 плюс 10 плюс... 12. Плюс 12 это... 25. 25. А здесь сколько? 12, да? Так, да. Так, нет? Ну, кто сам считал? Или вообще не понял, что происходит? 8. Нет, нет, нет. Да. Да. Очень правильно. Да? Да. Хорошо. Значит, B с крышкой легко находим. Это X, T, X, минус 1, X, T, Y. То есть, умножаем вот этот кусочек на вот этот кусочек. Сократилось. Значит, 1,6 на 14, минус 6, минус 6, 3 на 12, 25. Так, ну, давайте напряжемся. 14 на 12, это сколько? 168. 168, 12, минус 1, да? 168, минус 6 на 25, это... 168, минус 150, правильно? Да. А здесь получается 12 на 6, это минус 72, плюс... 168, плюс 75, да все еще деленное на одну шестую. Выйдет что? Сколько? Троечка, а внизу половинка, да? Ну, верхняя же должна быть, да? Тут 3, а тут 0,5 Отлично, мы сразу нашли 2 бета с крышкой И первую, и вторую Нормально? Хорошо, значит мы можем сказать Что у с крышкой Ну раз они будут определяться По формуле Бета 1 с крышкой Плюс бета 2 с крышкой на x и t То Ну вот они будут определяться по такой формуле Поскольку бета с крышкой у нас есть То есть x у нас есть То здесь будет 3,5 Здесь будет 2,4 Здесь будет 4,5 Правильно? Вот и опять что-то У нас сомнения Когда мы обратно считали Там же мы 1 на 1000 вынесли Но в матрице 1000 должны быть сохранить Почему? Почему нет? Ну как, когда я обращаю матрицу Ну как, если у меня Ну смотри, у нас 1000 из определителя Снизу Она не исчезла Она сократится Да, еще 1000 вот там Но в матрице-то тоже 1000 сохраняется Ну то есть там же не 11 Подожди Ну вот смотри, у меня а Это какая-то альфа на b Я утверждаю, что а в минус 1 Это альфа в минус 1 На b минус 1 Вот у меня а И вот такой вид Тогда я обращаю а Я обращаю эту и эту обращаю Ну смотри Что вот это говорит Это говорит Одень пижаму и растяни ее в 1000 раз Альфа говорит Сними пижаму и в 1000 раз И обратно пижаму верну Ну это какая-то страшная матричная операция Одень пижаму Растяни в 1000 раз Это отмена растяжения А это отмена одевания пижамы Ну что это отмена? Когда мы отмением Мы снижаем Мы снижаем Ну по-вторски Понятно Ну а вот если формально У нас бы матрица была записана с тысячами Ну давай Давайте Давай 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 запишем с тысячами Ой я бы зря потерял Значит она была бы такая 3000 6 тысяч Там миллионы 6 тысяч Да Возьмите Можно написать Извините пожалуйста Да Ну да 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 Тоже получится Да Друзья Можете Как вы ее со шляпой записали Как я Игорь со шляпой записал Что такое Игорь со шляпой Это прогноз Как я могу писать прогноз Если я знаю бета с крышкой Вот они Вот это бета с крышкой первая Это бета с крышкой вторая Я одним махом Чем хорош маточный вид Потому что я не учу формулу отдельно для бета 1 с крышкой Отдельно для бета 2 с крышкой Вот он Все там Вот И я просто Вот Икс домножил на бета 2 с крышкой Прибавил бета 1 с крышкой Да Соответственно получаю ошибки прогнозов У с крышкой Тут я ошибся 0,5 перебрал Тут 1 И тут тоже перебрал Если из Y вычитать прогноз Ну вот Соответственно получается Что RSS Это сумма У с крышкой Их в квадрате Она равна сколько Вот они Мои ошибки прогнозов Но поскольку У каждого по тысяче наблюдений То будет Полторы тысячи Да Нормально или непонятно Наконец я могу с чистой совестью написать Что Дисперсия с крышкой Бета с крышкой При условии X Она равна RSS Деленная на N минус K На X транспонированной X минус 1 В нашем конкретном случае С двумя предикторами Получится RSS 1500 Делить на 2998 Умножить на Вот эту штуку Одна тысячная На одну шестую На 14 минус 6 Минус 6 3 Ну и если не вдаваться в подробности Да Ну можно там Скать что Ну это примерно половинка Верно? Вот И кстати Женя Ответ на твой вопрос Деление на N Уже здесь Да То есть смотри Она сама все поделила Деление на N Вот оно прям Ну как бы там Вот оно Деление на N На самом деле 3000 1500 на 1000 Это будет полтора Полтора делим на 6 Это будет 1 четвертая И вот 1 четвертая А вот это как раз Вот это 2998 Это деление на N Которое как раз там Возможности Нумерация такая Естественно Это мы выжимаем Троечку Ну и вот эти Вот это спереди Значит что будет Будет Это половинка Половинка И еще делить на 1000 Да То есть это примерно И корень надо извлечь Да Значит сколько будет Один Делить на корень Из Значит здесь половинка Тройка и шестерка Половинка И тут еще 1000 Да Один на корень Из 4000 Примерно вот такая Стандартная ошибка Окей То есть А что делать Со стандартной ошибкой Интервалы можно строить Но к счастью В этой задаче Я могу Поскольку у меня 3000 наблюдений Я могу предполагать И гомоскедостичности И гетероскедостичности Верить в нормальность И не верить в нормальность Эту я все равно Смогу построить Интервалы Как хочу А вот Прималом числе наблюдений Мы можем только В гомоскедостичность Мерить Ну в смысле Верить то мы можем Все что угодно Но если мы верим В гетероскедостичность Прималом числе наблюдений Мы просто интервал Не сможем построить А структуре Как это было стоило Так Хорошо Значит, у нас осталось 20 минут Давайте Если есть вопрос, я готов ответить Если нет, то Давайте что-нибудь решим Брутально из прошлых И по части, да? Я думаю, у нас Хронометраж будет примерно Такой Ну, ВП-6 хронометраж Общий, а дальше А дальше ВП-части мы тоже будем писать? В Canvas В каком? ВП-части ВП-части, ну я дам там Что-нибудь такое Как какой-нибудь там султан Я понимаю А, загружать туда Ну там что-нибудь надо Чтобы 24 часа Было и можно было решать А мы будем Ручкой Или Ручкой Давайте Такой тайминг Базовый частик будет Как у всех То есть, условно говоря Я не знаю Какой будет тайминг Базовый частик Но примерно Ну так Ориентировочно Это не обещание Но ориентир Там 30 минут на тест И там Час на Открытые вопросы Ну, может быть Ну, пример такой Может быть там 20 минут на тест Или полтора часа Ну, какой-то базовый тайминг Будет такой Да А исследовательский тайминг 24 часа Зарубить, да? Окей? Нормально? Вот, и здесь, наверное, будет зум Вот, а здесь я не буду на вас зум 24 часа Смотрите Вот Наверное, давайте Такой тайминг Окей? Вот А куда загрузить Ну, в Canvas И я делаю ссылку на Киткап Классовый Не знаю Вот Здесь будет точно через Canvas Потому что тест автоматически проверяется Да? Вот Представляю, что вы написали работу Сколько часов Это часть? Три часа И ее долго проверяли А теперь Теперь ассистент Это вообще никогда не помогало Вот Да, хорошо Коллаборироваться На ИП части На ИП части Ну, смотри Ответ такой Как бы Ну, можно коллаборироваться Наверное Что-то там Неизбежно Склаборироваться Да? Ну, все-таки Прежде как бы Обсуждать решение Понятно, что вы можете Как-то обсуждать Но Ну, как бы Я понимаю, что Обсуждение Неизбежно Да? То есть Моя мысль стоит в том Что лучше Когда каждый решает Сам за себя Ну Чем меньше Часовы с лендерской части Тем меньше Склонность студентов К обсуждению Почему? Ну, вот так вот Ну, мы сядем Походим Подумаем Появятся какие-то идеи Мы захотим поделиться С кем-то Не, мне кажется Нам бы А если у тебя Три часа? Ну, тогда Мне кажется Больше Можно просто Телефон Да Вася как-то Ну У меня сейчас Ужина Я перед Перезвоню А если у меня Часово Кремень ужинают Все одновременно Думают Не знаю Не уверен За прямое Откровенное списывание Точно работа будет Аннулирована Ой Ну ладно Вот Значит За прямое Откровенное списывание Это Нехорошо Ну, понятно Что если Вася Придумал Как решать И там Подскал Какую-то Идею А то Тем же Методом Решишь Ну Ладно Вот Так Хорошо Давайте Чем-то Брутальнее Из-за Прошлых Решим Вот Если кто-то Смотрел Ему еще раз Призыв Что Можно Посмотреть Прошлое И Сейчас Я открою Что-нибудь Прошлое Так Ну Давайте Например Посмотрим ИП Хотя Слушайте Там Есть Решение Да Они Все Ну Давайте Например Сейчас А что Там Нет Решений Есть Сейчас Я посмотрю Где там 2019-2020 ИП Решения А Нет Да Ссылка Есть Хорошо Давайте Какую-нибудь Решение А Можно Ее Давай Давайте Вот такое Значит Модель Игрик Равняется Игрик На Бета Плюс У Значит Игрик Не случайная Матрица Ну и она Омого ранга Давайте Считать Мат Ожидание От У Ноль Диспенсия От У Схи Квадрат На Единичную Так Что Надо Найти Ну а Упражнение Довольно Изи Надо Найти Ковариационную Матрицу Игрек С крышкой Ковариационную Матрицу Игрека Минус Игрек С крышкой От Ожидания От Игрека Минус Игрек С крышкой Это Надо Пояснять Как Искать Или Умеем Умеем Кто-то Делал Домашку Ну Такое Было Да Вот Ну Вот Хорошо Но там Дальше То Чем Не Было Домашки Там Сказано Что Есть Какая Тестовая Выборка То Есть Вот У Меня Был Игрек И Вот Был Икс А Дополнили Вот Это Обучающая Выборка А Появилась Какая Тестовая Выборка Игрек Как Тут Она Названа Нью А Ну Чет Мне Долго Индекс Писать У Давайте Какой Нибудь Обозначим Давайте Типа В И Еще Есть Х В То Это Соответственно Прибавили Вот Это Тестовая Выборка Тестовая Выборка И Предположим Что Зависимость Сохраняется Да То Зависимость Та Же Самая Коэффициенты В Там Не поменялись Ок Вопрос Который Здесь Стоит Значит Надо Посчитать Кобилиционную Матрицу В От Игрек С крышкой В По Тестовой Выборке Да И В От Игрек В Минус Игрек С крышкой В Вот То есть Естественно Вот Такую Штуку Посчитать И Мат Ожидание От Игрек В Минус Игрек С крышкой Вот Такую Игрек Типа Игрек Это тоже X X XV На Бета С крышкой То есть Вот Выборка Меняется А Бета С крышкой Остается Потому что Я Игрек Прогрессию Провел Один раз Просто Я Строю Прогнозы В ретреи Тех Наблюдений На которых Я оценивал И за Их Пределами Ок вот ну поехали считать вот эту штуку да ну это пар от xv умножить на бета с крышкой значит как реагирует x когда умножается на случайный вектор то что надо сделать этой матрицы x внутри ковариационной матрицы вынести куда налево и направо с транспонированием ну давайте выносим значит вот этот x он пошел налево и направо с транспонированием соответственно здесь xv транспонирование на вар с крышкой на xv транспонирование отлично а как считается вар с крышкой мы в предположениях гомос кидастичности поэтому здесь ответ мы знаем можно пользоваться готовым какой готовый ответ на дисперсию в квадрате xtx да значит xv сигма квадрат xtx минус 1 xv транспонирование вот такая вот комбинационная матрица у прогнозов на тестовой выборке нормально ну проще не сделаешь естественно зависит от того какие иксы вам попались на обучающей выборке какие иксы попались на тестовой выборке от того зависит нормально хорошо давайте дисперсию ошибок прогнозов у комбинационную матрицу точнее ошибок прогнозов на тестовой выборке ну смотрите как прикольно смотрите таким лайфхаком вообще говоря должна быть ковариационная матрица 1 плюс ну давай сначала полностью напишем как бы полностью писать ну должна быть ковариационная матрица 1 плюс ковариационная матрица 2 чё ещё надо добавить сюда это когда в скалярном варианте а поскольку мы говорили что они тоже варятся и это ковариация 1 ковариация 2 минус минус ковариация y yv с крышкой минус ковариация yv с крышкой yv вот она их две но они как бы вот если же не переставляется местами то они разные немножко помните чем они отличаются эти две матрицы кто может сказать чем вот эти две матрицы отличаются если бы это были числа то ничем если бы эти были числа то ничем ну давай элемент ну например я скажу что они отличаются элементом 2 1 то есть если я рассмотрю на матрицу у кого yv и yv с крышей вот во второй строке ну вот такая вот она матрица вот вот это вот элемент вторая строка 1 столбец элемент 2 1 в этой матрице ковариация кого с кем и 2 по строчкам пишет пишут этот а по столбцам 2 поэтому вот это это ковариация yv 2 2 и и и и крышкой в игре вы с крышкой 1 а то есть это ковариация между фактическим вторым наблюдением и прогнозом первым людей а в этой матрице элементом 21 кто будет наоборот что они разные это ковариация фактического 2 и прогноза первого а там будет ковариация фактического первого и прогноза 2 это разные ковариации то есть матрица конечно симметрично одна получается с другой транспонированием тот кто здесь же координате 21 тот тут живет в координате 12 но матрицы разные кто живой хорошо дальше говорим счастью ну к счастью очевидно что это 0 и это 0 это очевидно или нет ну да подумай почему это очевидно с крышкой как формируется у с крышкой на тестовой выборке мы берем бета с крышкой отсюда а по это с крышкой обучающий выборки он зависит от случайностей Которые случились где? В обучающей То есть на самом деле бета с крышкой Это функция от у Которые были на обучающей выборке То есть где у нас случайности? Случайности у нас как бы две части Вот по обучающей выборке По обучающей выборке А по тестовой У нас то же самое соотношение yv равняется xv на бета плюс uv Но вот случайности, которые случаются на тестовой выборке В силу вот этой предпосылки Что у нас выборки независимы Это мы не то, что в одну и ту же положили Васю туда и туда А это новые данные Которые генерятся к тем же процессам Поэтому когда формируется y То вот на него влияют uv А когда формируется бета с крышкой Когда мы его считаем На него влияют ушки Нормально? Поэтому случайность в фактических y на тестовой выборке И случайность в оценке бета с крышкой на обучающей выборке Она обусловлена u с разными номерами Там это условно u1, u100 А допустим в тестовой мы выделили u101, u102, u105 То соответственно вот сюда влияют u1, u100, а сюда влияют на вот этот вот вектор Фактических значений Со 101 по 105 ошибки Поэтому эти две матрицы нулевые Ну и чему это равняется? Одна у нас есть Вот она А чему равняется ковариационная матрица настоящих y На тестовой выборке Ну еще раз На тестовой выборке у нас действует вот такое соотношение Правильно? Мы сказали, что в нашей модели и ци какие? Случайные или не случайные? Не случайные Там сказано это в тексте Вот Поэтому ковариационная матрица uv Это что такое? Да Вот это не случайно А вот это представляет тем же предпосылкам То есть мы предполагаем, что зависимость не сменилась Потому что если у вас сменилась зависимость и другие дисперсии стали, другие беты стали То там совершенно трешат То есть мы предполагаем, что зависимость на обучающей выборке такая же, как на тестовой Окей? Вот Поэтому здесь получается сигма квадрат на единичную Ну и вот эта единичная, она, ну все, можно прибавить То есть здесь, соответственно, выходит ответ, что это сигма квадрат умножить на единичную Плюс вот то, что было там Иксв Икс транспонированный Икс минус первой Иксв транспонированный Здесь такое Чего, тут живой нет? Сигма квадрат же важно Да, оно же одно и то же Что здесь сигма квадрат То там сигма квадрат Поскольку я предположил, что зависимость на учащей выборке одинаковая Значит, одно и то же сигма квадрат То есть мало ли могло так произойти, что Я после каких-то изменений в дисперсии там увеличилась Вот Ну, нет Ну и последнее мат ожидания Можно интуитивно сказать Можно строго Какое мат ожидания? 0 Почему? Не смещённая оценка Ну, потому что бет с крышкой не смещённая оценка Поэтому мат ожидания бет с крышкой Вот давайте честно подставим Равняется мат ожидания от ХВ на бета плюс УВ Минус ХВ на бета с крышкой Правильно? Ну, а дальше Мат ожидания от УВ Да? Это 0 УВ у нас Бет с крышкой мы доказывали не смещённым Нет, страшно? Ну, получается ХВ на бета плюс 0 Минус ХВ на бета И получается 0 Какого размера этот 0? Сколько здесь нулей на самом деле? Н НВ А, ну, смысл У нас есть 2 Н Ну, да У нас есть вот здесь вот Н А вот здесь вот НВ У нас два разных Н Одно Н, которое было на обучающей выборке А второе НВ, которое было на тестовой выборке Здесь вот этот нолик Он размера НВ А вот это Если Мат ожидания от У-у-у с крышкой Чему оно равно и какого оно размера? Вот это Чему равно Мат ожидания? Пункт А Я его не обсуждал Не находил А сколько пункт А это там домашний ровод? То рожа как бы не было Какого размера? Н Это Т Ну, чего? Страшное упражнение, нет? Или можно пробиться? Ну, в исследовательской части там как бы Решил одну-две задачи Уже круто, да? Это у вас же надо все решить А здесь как бы А здесь как бы решил несколько Крутошечко Так, ну вроде на сегодня все Соответственно, порешайте прошлое Не бойтесь Оно вполне себе решабельно О, кстати, мы тут уже все ответы написали А, давайте дальше Все, тогда на сегодня Я постараюсь более-менее там оперативно выложить Давай, что можно писать Давай 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 Субтитры сделал DimaTorzok